Бунтунова Жанылка Элькеновна. 5 апреля сестрёнка мне позвонила. Какого года? 2010 года. Позвонила сестрёнка и говорит, что дети утром ушли в больницу сдавать анализы. Ученики 9 класса. И их нету. Что уже это было часам где-то, к вечеру 10 часам, наверное. Потом она позвонила в милицию. Их искали 4 дня. Детей не было. Фотороботы везде развешали. На 4-й день, это 8-го числа, в 11-м часу, где-то минут без 20, наверное, 11, позвонила женщина. Кому позвонила? Сестрёнке моей. Маме пропавших детей. Позвонила и сказала, что дети лежат в психушке. В тот же днём этого же дня, 8-го, ходили в психушку, проверяли. Детей не было. Под такой фамилией детей вообще не было. В справочном спрашивали? Да, в справочном. По компьютеру проверяли, пробивали. Не было их. Потом сестрёнка мне позвонила где-то без 15-11. Говорит, дети лежат в психушке. И сказала, что медсестра, наверное, это вот, которая позвонила женщина, сказала, говорит, если вы сегодня заберёте детей, то заберёте. А то, говорит, детей не увидите. Вот мы где-то поехали, где-то полдвенадцатого, наверное, вечером туда. Сперва к сестрёнке поехали, потом поехали все в психушку. Сколько человек поехало? У нас было человек 20. На четырёх машинах. И закрыли. А когда мы туда подъехали, следователь или... Ну, милиционер уже был там. Уже был там? Да, он уже был там. А откуда он узнал? Позвонили. Вы ему сами позвонили? Да, позвонили. Он телефон оставлял? Да. Он уже был там, стояла милицейская машина. Наши два выхода закрыли. Сразу же? Сразу же закрыли. Они до этого уже, когда женщина позвонила, они поехали, сразу два выхода закрыли. А, поэтому не успели вывезти, наверное. Они не успели вывезти. Да, не успели вывезти. Потом пришёл врач с тремя охранниками. Молодой старый врач, не помните? Как выглядел? Лет за 30 ему. То есть не сильно старый? Нет. Нет, нет, лет за 30. Нет, не сильно старый. Когда мы... Когда он зашёл с охранниками в эти ворота-то свои, мы ему сказали, говорим, что наши дети здесь. Он говорит, нет, ваших детей здесь нет. Когда по фамилии мы назвали, говорит, нет. Но я, когда крикнула, один залез на окно. Резко залез. Что вы кричали? По именам их не имена кричала. Руслан Жаслан. Вы кричали Руслан, Жаслан здесь вы или просто имена? Мы кричали просто имена. Руслан Жаслан. И один вот залез, Руслан. И вот туда резко... На подоконник залез, да? Да, на подоконник, да. Там же решётки. Он за решётку взялся. И вот туда резко опять сзади кто-то это сдёрнул. Короче, ушёл... Ушли милиционер и врач. Куда ушли? Вовнутрь? В корпус, да. В корпус пошли. Часа полтора их не было. Но мы видели там, что кипиш. Там бегают с первого на второй, с третьего на четвёртый. Полесь в слимплевку вы отследили, да? Да, да. Там везде свет. Видать было, что на площадке всё это бегают они. Медсёстры то в окно заглянут, то один, то двое, то четверо их стоят, потом опять бегут. То есть много человек внутри суетилось, да? Да, суетилось много. Персонала. Ага. Часа полтора, наверное, их не было. Потом они вышли. Спустились к нам и говорят, дети спят. Я говорю, нет. Мы уже начали кричать. Говорю, или мать пускайте, или отца, чтобы дети с детьми лежали. Дети сказали, что их в палате пять человек. В палате. А их вообще пятнадцать. Когда сказали? Они потом уже... Когда вы забрали? Когда вы забрали. Мы говорим, что у вас в палате сколько? Пять человек лежало? Он говорит, да, нас пять. Но нас было, говорит, пятнадцать. Это кто сказал? Мальчишки. Ну, кто-то конкретно сказал? Или оба помнили? Оба помнили это. Что их пятнадцать человек было. Где было? В палате? Нет. В отделении. В отделении. Не это. Ну, видимо, там две или три палаты их, наверное. То есть всего было пятнадцать молодых парней? Да, молодых парней пятнадцать. Потом, когда они... Врач этот пришел, спустился, говорит, дети спят. Мы вас, говорит, сегодня их не отдадим, а отдадим завтра. Мы говорим, нет. Вы нам, если сегодня не отдадите, мы говорим, уже это, будем штурмовать. А потом они опять ушли. Их часа два не было. Милиционер все время с врачом ходил? Да, с врачом ходил он. Да. Когда они уже часа через два спустились обратно, пацаны, мальчишки вышли, как будто держали на привязи. Руки были у них вот так вот. Рука вложена... Кулак одной руки вложен в ладонь другую? Да, в ладонь другую. И перед собой руки держали? Перед собой держали, да. Когда они вышли, один говорит, мама, где мама, мама. А второй узнал маму сразу? Потом, да. Вы их сразу домой повезли? Мы их домой повезли. На второй день они поехали в больницу. Родители? Родители, да. Когда поехали в больницу, им сказали, была их неучительница с ними. Из класса, да, где ребятам участвовали? В каком классе они участвовали? В девятом классе. В девятом классе. Им сказали, говорит, мать их продала на органы. Что она не первый год их лужит. Это мальчишкам сказали? И мальчишкам сказали, что их мать продала на органы. А когда они на второй день поехали в больницу, родители поехали, им сказали, что мать ложила уже четвертый год их лужит, говорит, в больницу. Вот, говорит, она расписалась, их положила. А сестренка говорит, я мать, где я ложила? То есть мальчишкам, когда они были в больнице, сказали, что их четвертый раз кладут в больницу, и мать их продала на органы? Да. А до этого они не лежали на обследовании, да? Да, они не лежали вообще. Ну, как бы им сказали. Да, им сказали, да. Как будто бы они лежат на обследовании, и мать их продала на органы. А кто сказал им, ребята не говорили? Нет, не говорят они. Ну, врачик это сказал. А какой врач, они не знают. А много персонала было внутри? Ребята не рассказывали? Нет, мы это... Как-то уже мы эту тему вообще не... Боимся их травмировать. Травмировать. Пока вы блокировали с людьми два входа, да, чтобы детей... Это кто придумал блокировать два входа? Сразу же придумали? Ну, мы уж сами. Вы опасались уже, да? Опасались. Потому что уже машина ездила без номеров туда-сюда несколько раз. А куда туда-сюда? Ну, то уедут, то на конце этой улицы станут между этими благоустройками этими, то уедут вперед, там встанут. А какая машина? Чёрная иномарка какая-то. Чёрная, ну, скорее всего, чёрная. Потом приехала то ли десятка, то ли пятнашка. Ну, там было уже трое человек. Они приехали. В форме были или не в форме? Не помните? Да, в форме не было. Темно же. Темно. Они постояли, постояли, отъехали. Потом опять приехали, постояли. И потом уехали. То есть искали возможность, скорее всего, вывезти, наверное? Да, искали возможность, но мы не дали. Мы успели перехватить ребятишек. А если бы мы в тот же день не пошли, мы бы больше не увидели. Та женщина, которая позвонила, вы её пытались найти, поблагодарить что-нибудь как-нибудь? Мы не можем ни телефон её найти, ничего. В суматохе этот телефон куда-то задели, и всё, и не можем её найти. А если взять распечатку номеров, которые были сделаны с этого звонка? Ну, видите, у меня в тот день сестрёнки, сестрёнка по всем этим звонила. И кто ей позвонит, она это... Короче, навряд ли. То есть ни национальности, ничего не знаете, да? Ничего не знаю, не знаю вообще. Медсестры. Не знаю. Хотела бы, но мы слышали, говорят, что её нету в этой больнице сейчас. То есть, скорее всего, её нашли, вычислили. А, вы говорили, вы кому-нибудь давали номер этой медсестры? Ну, этого человека, который позвонил. Может, это врач будет? Вот его сестрёнка, его зять и сестрёнка отдала следователю. То есть, у милиции этот телефон был? Есть, известен, да. Но вообще, там у нас знакомая работает, она говорит, на второй день был. Кипиш, искали эту медсестру. То ли санитарка, то ли медсестра. Её уже искали. Кто? Врачи уже искали. Врачи? Да, врачи искали. То, что она их разоблачила, хотели отомстить, наверное? Наверное. Скорее всего, да. Её нету. Скорее всего, да. Ещё, если можно, что конкретно ребята рассказали про то, что они не одни были? Кто был? Какие мальчишки ещё с ними были? С какой класс? Они, видимо, там пофамильно никого не говорили, ни этого ли, не называли. Они лежали под чужой фамилией. Потому что днём, в тот же день, когда смотрели, их по компьютеру не было. В больницу, приходили в больницу и смотрели. У нас там в регистратуре ещё заработают знакомые. Без огласки, без огласки. Митинг – это огласка, да? Значит, будет знать правительство, уже в первую очередь правительство будет знать. Россия. Я думаю, что, да, Россия. Правительство России. Не, правительство наше. Наша, она, вот мы их раскручиваем таким этим макаром. А правительство России уже глаза не сможет закрыть на это. И поэтому будет, со стороны правительства России будут уже какие-то, какие-то шаги будут. Но будут действия. Практически надо снимать этих наших правителей, Полежаева, Шрейдера, которые крышуют убийцами. Да, убийцами. Потому что здесь объединились милиция, медицина, армия. Они все объединились. Моя команда. Не чтобы мы растили детей, не чтобы мы выращивали там плоды труда, как фермеры, не чтобы исправили заводы. Мы должны органы для них выращивать, для их богатеньких деточек просто. Да, чтобы они и дети жили. Мне, например, старший Марат, я на него надеялась, что он мне будет помогать. Послала в армию. Восемь мне тоже хожу. На органы не пожалели даже. Он посидел в таком состоянии. Это значит без наркоза. Я уверена, сто процентов, что пристегнули наручниками и без наркоза. Пожалели даже наркоз. Вытащили все органы. Я же сама туда залезла. У него все внутри пусто было. Не могу терпеть больше. Когда детей убивают, я уже не могу этого удерживать. Готова сама голыми руками, наверное, задушить того, кто это сделал. А сейчас вот родители ваших племянников как думают дальше поступить, жить? Что? Ну, им оставаться здесь опасно. Много знают. Много знают. Да. Им сразу сказали, что... И наши сказали, что им надо просто... То есть свидетели, да? Опасные свидетели для наших бандитов. Да. И дети боятся. Дети вообще боятся. В школу ходят? Ходят. Ну, потом, когда сестерёнка сходила в школу, вереписк сказала, что дети ходят. Но сопровождают они туда и обратно. Все равно... Понятно. Вот они сейчас дали. Ну, все, они будут уйти. Просто им здесь не жить. Не дадут им жить. Ну, наши, конечно, я позвоню своим, чтобы 26-го подъехали. Кто сможет, конечно, естественно, подъедут. Ну, точно уточнит Алма вам. Потому что нас прослушивают. И мы как бы конкретно... Дату... Ну, дата-то известна. А вот место обычно в последний момент называем. Потому что угрозы постоянно. Что вы будете арестованы, вы будете задержаны. Вплоть до того, что приказали большие начальники областные. Большие папы. Вы будете схвачены. У нас твердая команда. Это вот предупреждают милиционеры. Поэтому очень важно сейчас, если попадут на первый канал матери, и расскажут о той ситуации области. Обязательно скажу. Обязательно. Я это не буду молчать. И про действия нашего губернатора, в первую очередь, будет известно. Уже, конечно, известно, за 7 раз. Я не раз говорила. Но в этот раз, если возможность появилась, использовать первый канал. Я обязательно это сделаю. Чего бы мне не стоило это. Лишь бы, как говорится, остановить этот произвол, беспредел этот. Я уже не могу терпеть, чтобы детей убивали, продавали органами, как будто мы их родили для этого. И смотрели. У нас там в регистратуре еще заработают знакомые. И она смотрела. То есть она бы рассказала сразу же? Она сама смотрела. Нет, по этому нет, по компьютеру нет. А это какое было отделение на Омской, которое отделение, да? Подростковое? Подростковое, да. А они с утра пошли куда, ребята? Пошли в поликлинику. Свою? Детская у них еще, да? Там же рядом детская, по-моему, есть, да? Восьмая. Да, там рядом детская. Вот они, наверное, туда и пошли сдавать анализ. А как очутились в психушке? Не знаю. Неизвестно. Милиция на следующий день, когда Вы забрали детей, пыталась? Приезжала, говорит, женщина следователь, но ее просто-напросто сестренка отшила, сказала, говоришь, видите. А по какому вопросу приезжала? Ну, они даже не стали разговаривать. И теперь вот с тех дней никто не беспокоит, да? Ну, прокуратуру-то они заявление написали, и все, а так больше никто не подходит. А заявление о чем написали? О пропаже детей? Да. Прокуратуру центрального района? Ну, по месту жительства? Да, по месту жительства. То есть они написали, что пропали дети, да? Да. С заявлениями? Да. Оно должно рассматриваться три дня. Они даже замолчали, как будто бы его не было. А есть копия заявления у сестры? Вот это я не знаю. Нет, копий на них. Наверное, нет. С тем, кто зарегистрировали. Они вот когда сдавали анализы, что транквилизаторы у них есть или еще какие-то, должны были следователи забрать эту бумажку. Мы говорим, зря, надо было самим взять. Самим, да. Самим надо. То есть а где они сдавали анализы потом? Насчет транквилизаторов. Это они в какой-то клинике платной сдавали. И следователь знает об этом, да? Следователя не помните? Фамилия, как вы говорите, сколько лет, примерно? Ну, отец-то должен знать, наверное. А? Морихан-то должен знать, наверное. Ну, он-то, наверное, знает. Но он это, казах тоже. Следователь казах? Из центральной прокуратуры? Да. Которая где находится? Не с прокуратуры, а с этого. А, с РУВД. С РУВД. Дежурная часть. Вот еще один вариант, пожалуйста, налицо, что наши дети идут на органы. Я так хочу, как говорится, раскрутить это дело, чтобы все-таки остановить беспредел, произвол продажи внутренних органов. Это сильнейшие преступления, которые совершают военные врачи, врачи вообще, не только военные врачи, врачи. Но этот случай с этими мальчишками, которые явились, не доведенные до конца, да, до убийства, говорит о том, что в нашей Омской области милиция, правоохранительные органы напрямую, как говорится, подконтрольно держат больницы. Значит, им все равно отбираются здоровые полноценные органы, которые нужны для больших дел, для больших денег, которыми пользуются наши преступники. Мне не зря предлагалось, когда следователь приезжал, когда цинковый укроп еще с телом сына, как говорится, прибыл, мне следователь предлагал 500 тысяч рублей и сказал, На, возьми, мать, и никуда больше не ходи. Хорошо, что я не взяла этих денег. Мне с этими деньгами жить было бы очень невозможно. Просто я бы сама себя уже давно съела бы, потому что оставила бы своего сына самолбиться. Мне некоторые говорят, что возьми деньги и взяла бы, лучше бы ты недвижимость купила бы на эти деньги. Нет. Если я взяла бы, они бы все равно меня бы, неужели бы вот эта передача денег не записывалась? Шантажировали бы меня потом. Я чиста перед сыном. Моего сына я не сберегла, потому что вот этим мальчишкам хорошо, что повезло. Повезло в том, что они не пошли на пушное мясо. Надо, в конце концов, это надо остановить. Милиция, которая должна охранять нас, а наоборот, систему эту охраняет, бандитскую, которая замешана. Самый первый человек в нашей области, в нашей губернии, это губернатор, который под защитой, которого вся система, суды, правоохранительные органы и прокуратура. Поэтому, если люди поймут, что от этого произвола надо защищаться, от этого произвола надо оберегаться, мы должны держаться и защищать своих детей, своих жизней и жить достойно, чтобы не омрачать наши жизни и так горем прибитые. Я вот на примере Суслова, страшно было мне второй раз прикасаться к такому же почерку, да? И пусть какой бы, она там мне не говорила бы, что это обязательная процедура, самоубийца через повешение, вскрытие делается такое, я голову на свеченье даю, пусть меня посадят, пусть меня изрежут само на портянке, на органы, да? Но я говорю, что как медицинский работник, как человек, который владеет этим маленько, я медсестра, но я знаю, что органы таким макаром никто не скрывает. За отделением нашего областного морга Райф, он в то время мне говорил, что от подбородка, если даже разрез делается, шов раздваивается. И таким макаром вытаскивают органы, но самоубийца через повешение органы не должны исследовать, потому что это всё перекрыто, закрыто, всё тёмными, как говорится, большими замками везде недоступно. А вот им, можно сказать, крупно повезло. Теперь надо им дать возможность огородить этих детей, других детей, чтобы не происходила вот эта кража. Называется просто-напросто воровство детей, воровство человека, когда крадут, на что-то крадут, да? Не то, что он исчез и всё, на органы, на большие деньги, значит, это надо прекращать уже. Сколько случаев уже здесь? Наверное, достаточно. И все вот эти милицейские, все медицинские тайны надо разоблачить. В конце концов, психобольницы уже давно говорили, что занимаются этим, а уж это вообще двойное преступление, когда дети похищенные, да, и их ещё держат в моральном гнёте, морально обрабатывают. Вот сейчас они испуганные. Что, по 15, 16, 16, 17 лет, это разве возраст? Это нас не напугаешь. Вот меня, мать, хоть что поставит, я уже не напугаюсь. Вот с помощью этой семьи, с помощью этого случая, конечно, с помощью Суслова, этого романа, я хочу сказать, что беспредел нашей Омской области, он принимал оборот. Вот я сейчас с помощью этих случаев хочу заглушить это, и не без помощи правительства России, Москвы. Я на первую передачу обязательно попаду, всё равно буду рвать и метать, чтобы объявить нашего губернатора публично, чем он здесь занимается. А как Вы думаете, вот Мула, он в этой ситуации готов идти дальше, разоблачать, помогать, диаспора, вот дружба есть у Вас внутри, чтобы все встали на защиту и чтобы остановить этих? Я его не знаю, он пойдёт, не пойдёт, но наши все пойдут. Будет митинг 26-го числа, должен был завтра быть, но по документам как бы не получилось, и митинг перенесён на 26-ое число. Казахская диаспора сможет много людей прийти, чтобы сказать, что мы против? Чем больше людей, тем власть... Как Вы думаете, вот Ваши там, все знакомые, чтобы остановить беспредел убийства, напугать убийц этих? Не знаю. Ну, а этого сколько будет? В 2 часа. Это будет выходной день, суббота 26-го числа. В 2 часа, субботу, да? Напротив опыта общественно-политического центра. Майковский. Возле театра Майковского. Если придёт много народу, они побоятся что-нибудь делать. Они больше так не будут делать. Если даже и делать будут, то единичные. Но если оставить это без огласки, без огласки, митинг – это огласка, да? Значит... Вы точно узнали, что дети здесь? А мы уверены были, что дети там... И вот после всего, значит, на следующий день Вы пошли разбираться в психологическую больницу. Мы пошли с Вашим отцом, а пришёл там, значит, был юрист. Вы знаете, кто за юрист? Знакомый был. А, Ваши знакомые, да? Да, я помню. Юрист. И пришла учительница. Да, да, учительница. И, значит... Ответствие я? Все местные врачи ещё. Там местные врачи присутствовали, да. И при этом, значит, вот там, как у Сатана, какой разговор, да? Ваш отец прямо сказал, да, что Вы забрали детей для того, чтобы будете продать. И на это что врачи, главные врачи? Сейчас уже не помню. Но он что-то не мятное промямил там, или что-то он ответил конкретно, или... Да, что-то не помню, я что-то кино насмотрелись, там, типа, в этом роде, вот так вот, да? Детей на органы, Вы что там, такое там, это, там... А как, значит, что, ну, какие объяснения были с его стороны? Он сказал, а он Вам пытался доказать, что Вы сами, да, или Ваши, чтобы ругать... Потом, говорит, супруга, говорит, вот я, говорит, мать, говорит, я здесь вижу, я тебя, говорит, первый раз вижу, ты меня видела? А нет, говорит, ничего не говорит, и просто как зомбированная, говорит, мать привела, и всё. Мать привела, да. Они Вам пытались показать подпись... Подпись Вашей супруге пытались показать? Ну, а... Подпись Вы приедете? Подпись была признана там же, при них же, была признана поддельной, да? Поддельной, конечно. Они согласились, да? И это юрист удостоверил, что подпись поддельная? Нет, не подпись там. Да, был... Юрист там не подпись виден, а... А он какого-то... Он видел историю болезни. Кипа бумаг, кипа бумага. Да, да. Он... Врач какую-то... Бумагу подает? Они пытались... Забыл я здесь. Нет, они Вам пытались доказать, что дети раньше стояли на учёте. Что стояли ещё на учёте где-то в 2001 году. То есть, 9 лет назад. И, якобы, по этой причине... Да, каждый год якобы. Каждый год... Их взяли на следование, да. Значит, ну, и... И... Каждый год они обследуются. Показали бумагу, какую-то, значит, или карточку, да? Где было написано, что в 2001 году они были поставлены на учёте. И юрист тут же сказал, что это поддельная, да? Ну, как... Исправление было, да? Исправление какое-то, исправление какое-то было? Что там какое-то исправление, да? Они что-то исправили, зачерпнули и написали, вот как им надо было, да? Скорее всего, это даже какую-то... Одну бумагу он посмотрел, одну сразу посмотрел, и там исправление увидел. А там была куча бумаг, которые они уже подготовили за это время? Они уже за день подготовили какую-то кучу бумаг? Да, да, да. Вот здесь вот самый важный момент, как мне кажется, вот здесь вот, когда есть юрист, удостоверяя то, что это было подделано, да? Всё, вот это вот особенно. Всё подавать. Да.